Я провожу второй эфир сегодня, и он будет посвящен нашему будущему. Сейчас это черчайно важно. Средства массовой информации власти сообщили сегодня, что Назарбаев заболел коронавирусом. При этом сообщается, что все в порядке и так далее. Но в этой связи я хотел бы напомнить, что Назарбаев страной рулит 30 лет, и никогда ни одно средство массовой информации, ни телевидение, ни пресс-служба Назарбаева никогда не сообщало о том, что Назарбаев заболел какой-либо болезнью. Мы все знаем, что у него рак простаты, который его мучает многие годы. В лучшем случае, когда пропадал раньше, будучи президентом Назарбаев, пресс-служба сообщала, что глава государства поехал в краткосрочный отпуск на недельку, или говорили, что у него легкая простуда, и поэтому он сейчас лечится. Вот, собственно, все, что и было за все время, пока Назарбаев рулил нашей страной. И вот сегодня идет сообщение, что Назарбаев болеет коронавирусом. Но мы все знаем, что это очень опасная и смертельная болезнь для пожилых людей. 6 июля Назарбаева исполняется ровно 80 лет. И вы обратите внимание, как власть панически все эти дни реагировала на наши мероприятия, мероприятия демократического выбора Казахстана, именно субботаж. И вышли решения санитарных врачей, так называемых СССР. Со стороны правительства было заявлено, что именно в субботу-воскресенье все зоны отдыха, парк и все прочее перекрываются, гулять нельзя. А в будние дни, пожалуйста. Ну и очень интересная новость прошла по всем летам. Обратите внимание, что Бергей Раскалеев, бывший аким от Раусской области, неожиданно вернул все основные свои активы, разные предприятия, деньги на их счетах, которые были арестованы, земельные участки, недвижимость. Более того, на каких-то офшорных юрисдикциях типа Андоры у его брата Сергея Раскалеева лежало около 14 миллионов долларов, и они тоже разблокированы. Более того, генеральный прокурор сделал заявление, что оказывается, вот именно эти деньги, именно это имущество честно нажиты Бергеем Раскалеевым. Вы можете себе представить, чтобы режим вдруг вернул активы? Ну тогда почему этот режим не возвращает активы мне? Когда у меня конфисковали банк, у меня конфисковали весь бизнес внутри страны, все, что у меня было, у меня захватили мой бизнес в России, в Украине, просто нагло переписали собственность, которую я выстраивал десятки лет. И вот представьте себе, что Бергей Раскалеев получает все это обратно. Более того, да, мы знаем, что там идут какие-то закулисные переговоры, якобы Бергей Раскалеев обладает каким-то компроматом на Назарбаева. Это мы слышали, когда журналист Ермурат Бапи об этом говорил на пресс-конференции. Но, как правило, если даже такие договоренности существуют, это делается тайно, скрытно, Верховный суд принимает тайные решения, как, собственно, было с запретом демократического выбора Казахстана или движения Куще. Когда просто мы потом узнали, что, оказывается, было решение Исильского суда, тайное, на которое никого не пригласили. А тут генеральный прокурор делает заявление, что он обратился в суд. Более того, еще не было судебного решения, не было решения Верховного суда, а генеральный прокурор уже выступил таким заявлением, который уже как бы подтверждал возврат этой собственности. А потом выходит решение Верховного суда, и огромные активы у бывшего Акима, который просто работал государственным чиновником, активы, которые стоят сотни миллионов долларов, неожиданно возвращаются. Как это возможно? Это все происходит в условии, когда Назарбаев пропал со связи. Это происходит именно в ту ситуацию, когда его внук Айсултан Назарбаев прозрачно говорит, что он болеет, но Султан Назарбаев. И вот сегодня вышла еще одна новость о том, что бывший глава Комитета национальной безопасности, Нартай Дудбаев, который был обвинен якобы, что он мне помогал, якобы он сливал мне информацию, и таким образом, что позволяло мне бороться против режима, сегодня Нартай Дудбаев, который получил 12 лет тюрьмы, неожиданно Кастак сообщает, что из информированных источников мы знаем, что Нартай Дудбаев вышел из тюрьмы. Это неслыханно в условии, когда Назарбаев тотально уничтожал своих врагов, не возвращал никому никакие активы, когда не существовало понятия, что вот здесь мы можем конфисковать, а здесь нет. Вы знаете, этот режим забирает все под ноль, тотально, а тут какая-то лояльность. Это о чем говорит? Это говорит о том, что Назарбаев сейчас фактически лишен возможности принимать серьезные решения, и страной реально рулит именно Карим Масимов. Я говорил, что ранее, когда шла борьба за власть и за влияние на власть между Даригой Назарбаевой и группой Карим Масимов-Тимур Кулебаев, я недавно говорил, что именно они победили, отстранили Даригу Назарбаеву. Ну, она сама подставилась, могла проявить терпение, она в конце концов стала бы президентом страны. Но все ее неуклюжие и глупые действия привели к тому, что именно сам Нурсултан Назарбаев был вынужден ее отстранить с позиции председателя Сената. Я тогда говорил, что сейчас фактически страной рулит двойка, Карим Масимов и Тимур Кулебаев. И вот последние события показывают, когда заявляется, что Назарбаев сейчас заболел коронавирусом, что в реальности страной рулит именно Карим Масимов. Вообще он является той самой фигурой, которая сейчас обладает наибольшей властью, наибольшим влиянием. Ситуация такова, что Хосможимар Токаев обложен полностью. Служба охраны президента, она была всегда под контролем Назарбаева. Эти люди были расставлены Каримом Масимовым. Администрация Токаева вся состоит из людей Назарбаева. И опять же, они были интегрированы туда Каримом Масимовым. И Тимуром Кулебаевым, безусловно. Поэтому Токаев сам по себе человек, который никогда не в состоянии принять ключевые решения, вообще никаких. Он всего боится. Он только словословит и говорит, что о великие албасы. Все, что он умеет делать, больше ничего. И, конечно, в этом промежутке времени все время за ниточки дергал Назарбаев, но через Карима Масимова. Сейчас ситуация такова, что фактически рулит Токаевым именно Карим Масимов. Ну, давайте мы рассмотрим ситуацию, что Назарбаев покинул этот мир. Между прочим, очень схожий сценарий, который произошел в Узбекистане. Когда Ислам Каримов, президент Узбекистана, не успел поставить во главе Узбекистана своих родственников, а он думал поставить дочь, и дочь провинилась, она сейчас находится в тюрьме, ее не удалось поставить, именно по причине того, что она была невменяемая, как и дорогая, собственно. Получилось так, что где-то 26 августа 2016 года Каримов, выпив водки, неожиданно получил инсульт, а ему было запрещено пить спиртное. И вот представьте себе, что только 2 сентября через неделю было объявлено о смерти Ислама Каримова. При этом, общеизвестно, что он уже 30 августа 2016 года умер, несколько дней находился в состоянии комы, и иностранные врачи диагностировали, что мозг его умер. И при этом ближайшее окружение в лице в то время премьер-министра Мизеева не сообщали, то есть фактически шел раздел власти, раздел власти, пока эти группы ситуацию не организовали так, что власть полностью не перейдет к Мизееву, информация о смерти Ислама Каримова не сообщалась. И вот представьте себе, что это фактически был мертвый человек, и 1 сентября выходит поздравление Ислама Каримова к узбекскому народу с поздравлением с Днем Независимости. При этом в Самарканде шли активные приготовления, готовилось к кладбище, очищалось это место, и самаркандцы понимали, что он умер. И только 2 сентября, через неделю, в 21.45, государственные информационные средства сообщили о смерти Ислама Каримова. То есть ровно неделю информация о смерти Ислама Каримова не сообщалась. Далее пришел к власти Берзеев, и сейчас в средствах массовой информации сообщать о Исламе Каримовой запрещено. Книги о нем уничтожены, портреты уничтожены, родственники, в частности дочь Гульнара Каримова, посажена на длительный срок в тюрьму, их активы отобраны. И вот чтобы избежать этого сценария, Назарбаев хотел назначить свою дочь Даригу Назарбаеву, но и это не получилось. То есть при жизни, когда он еще был президентом, когда у него была реальная власть, и до того, как он был еще в полном здравии, он мог эту конструкцию построить, но не успел, не смог, потому что проштрафилась Дарига. И собственно сейчас ситуация, что ему некого ставить на позицию президента. У него нет близких родственников, которые в состоянии были просто, даже как Птакаев, выглядеть, говорить какие-то слова, даже написанные. У него нет таких родственников. И вот сейчас он болеет коронавирусом. Мы не знаем, выживет он или нет, но давайте мы теперь поймем, если Назарбаев не восстановится, что же будет. А будет, на мой взгляд, следующее. Ну, во-первых, наиболее сильно влияющий на власть и имеющий в руках власть, это Карим Масимов. Ему помогает давний партнер и товарищ Тимур Кулебаев. Конечно, именно эта двойка сейчас рулит страной. И Тимур Кулебаев думает, что если завтра Назарбаев покинет этот мир, они будут рулить страной вдвоем. И в какой-то момент, через полгода-год, они уберут не очень понятного Такаева и прямо поставят своего родственника. Ну, со стороны, например, Тимура Кулебаева. Вот, собственно, замысел самого Тимура Кулебаева. Потому что все равно наступит момент, если он поставит не своего родственника, то человек может выйти из-под контроля. Что на самом деле будет? Когда-то, очень давно, в интернете есть мои выступления, когда я говорил, что именно Карим Масимов обладает наибольшими возможностями, наибольшим влиянием. Он дважды был премьер-министром. Он расставлял на всех уровнях своих представителей, акимами областей, городов, министрами, в органы спецслужб. Именно он наиболее подготовленный среди этих слабых чиновников. Карим Масимов слабый. Он был слабый премьер. Он был слабый банкир. Но среди слабых он, наверное, наиболее сильный. И вот сейчас наступает ключевая ситуация, когда Карим Масимов в реальности придет во власть в полной мере. Именно он будет рулить страной. Как, спросите меня вы. Ну, президентом останется Хасмужемар Такаев. Карим Масимов в итоге станет премьер-министром. Расставит везде еще более укрепиться, расставит своих людей силовые структуры. Затем Конституция будет скорректирована и позиции президента станет еще более декоративной, когда у президента не будет возможности даже как сейчас назначить Акимов районов. Карим Масимов станет главой Совета безопасности. Та позиция, которая сейчас находится формально за Назарбаевым. Далее он станет премьер-министром. Партия Нур-Отан превратится ну, например, Масим Нур-Отан, Масим О-Тан. Неважно, это будет его партия. Именно эта партия будет назначать депутатов. Именно он будет решать и, соответственно, парламент, а по сути дела это Карим Масимов будет назначать Акимов областей, городов, судей и так далее. То есть, такая искривленная так называемая парламентская модель, когда фактически страной рулит одна партия, которые по принуждению загнали людей и в реальности будет рулить только один человек Карим Масимов. Это мы увидим очень скоро. Я не думаю, что если Назарбаев покинет этот мир, они смогут долго удерживать эту информацию. Видимо, он сейчас совсем плохо, совсем плохо, раз дали в средствах массовой информации сообщение, что Назарбаев заболел коронавирусом. Нас готовят так же, как это было в Узбекистане. Нас готовят и сейчас произойдет перераспределение власти. Уважаемые друзья, вчера вышли разные сообщения, что якобы в Чунжи, где проживает уйгурская часть населения, были какие-то трения. Я видел в социальных сетях разные видео, когда там заводились воинские подразделения. Я хочу сказать следующее. Эта власть будет отвлекать нас, создавая искусственно какие-то конфликты, чтобы за это время они переупаковали ситуацию, перераспределили власть, и чтобы власть попала в руки Калима Масимова. Я знаю, что в нашей стране существует немало людей, которые начинают гневно не по сути говорить, не говорить, что нам нужно менять режим, они говорят, что вот уйгур не должен быть во власти и так далее. Я к такого рода комментария отношусь негативно. Сразу скажу, мы единая страна, мы единые нации, на территории нашей страны живут разные народы, мы должны быть едиными, чтобы эта политическая верхушка нас не разделяла, не создавала локальные конфликты и за это время распределяла власть и воровала национальные богатства. Мы должны объединиться все, все проживающие народы на территории Казахстана, мы должны объединиться ради одной цели, смены этого политического режима, построение парламентской республики, взять под контроль всю эту власть, эта воровская верхушка должна быть устранена и мы должны посадить в тюрьму и привлечь к ответственности. А это возможно только тогда, когда мы осознаем, что нашим врагом является эта коррумпированная верхушка не разной национальности, а именно коррумпированная верхушка. Все граждане страны обладают равными правами и мы не должны становиться жертвами этих провокаций, участвовать в этих конфликтах, поддерживать. Все это режим будет делать искусственно, создавать мелкие такие проблемы, отвлекать наше внимание. Они будут говорить, что коронавирус, тот коронавирус, который совсем недавно они игнорировали, когда тысячи людей стояли в очередях и сейчас они заявляют о том, что вводят карантин, уменьшают количество рейсов на автобусах общественном транспорте. Опять же, люди собираются в этих автобусах, создается масса неудобства, когда есть наоборот риск заражения коронавирусом. Этот режим делает действия разные, которые мешают нам сблизиться, объединиться. Я сегодня говорил, что по субботам мы проводили акции субботаж. Веселые акции без политических призывов, чтобы мы могли объединиться на этих площадках. Что делает сейчас режим? Он объявил, что суббота, воскресенье это день коронавируса. То есть нам не дают возможность собираться. И поэтому я сегодня призвал собираться в пятницу. Именно в пятницу мы должны объединиться. Что мы должны делать? Мы все должны понимать, что к власти придет опять же политическая верхушка Мурсултана Назарбаева. Будет так же, как в Туркмении. Будет так же, как в Узбекистане. В Туркмении уже голод. В Туркмении люди выходят на улицы не имея элементарного. Не имея элементарного это той самой Туркмении, которую многие из вас мечтали. Это авторитарный режим, где людей превратили в рабов, в ничто. И мы понимаем, с чем это связано. Связано это с тем, что власть узурпирована, захвачена узкой политической верхушкой. Соответственно, все богатства страны уходят в карман этой узкой коррумпированной верхушки. Мы должны покончить с этим. Ради этого мы должны объединиться. Ради этого мы должны добиться смены этого политического режима. Мы не должны попадать под разного рода провокации. Мы должны выступать как единые нации ради построения сильной страны демократической. И здесь мы не должны говорить, что человек той или иной национальности, поэтому он плохой. Он плохой, потому что он продолжатель курса Нурсултана Назарбаева. Курса построения коррумпированного мафиозного решима, который вам не дает дышать, не дает возможность зарабатывать, придумывает разные карантинные, бестолковые, бессмысленные режимы, которые не позволяют нормально и достойно зарабатывать нашим гражданам. Это мы все должны осознать. Итак, уважаемые друзья, если мы в ближайшее время услышим, что Назарбаев покинул этот мир, мы все должны понимать, к власти приходит Карим Масимов. Что он сделает? Сначала Карим Масимов скажет родственникам Назарбаева, что мы вас не будем трогать. Он укрепится, станет премьер-министром и будет действовать в тандеме с Тимуром Кулебаевым. Но через некоторое время он скажет брату Назарбаева, например, Булату, который миллиардер владеет например реальным Казахмысом, который входит в десятку крупнейших предприятий мира по производству и добыче меди и других ценных металлов золота, серебра. Скажет знаешь Булат давай переписывай этот актив на меня и как-то поделиться с нынешним президентом Тукаевой. Ну потому что они будут вместе как бы представлять власть в стране. У него отберут все, которые постоянно приносят ему сотни или миллионы или миллиарды долларов. В частности он контрабандные грузы организовывает из Китая. Этот трафик у него будет отобран перераспределен в сторону Карима Масимова. Все родственники Назарбаева шаг за шагом будут вычищены из власти. В частности первый зам Самат Абиш который сейчас первый зам в КНБ тоже будет убран. У Булата Назарбаева будут отобраны рынки которые он контролирует в Алма-Ате в Астане и в других городах. Затем когда будут вычищены все родственники Назарбаева дойдет дело и до Тимура Кулебаева. Почему Карим Масимов не будет в тандеме с Тимуром Кулебаевым? Потому что он сейчас обладает наиболее сильным влиянием большой властью став премьер-министром расставит своих людей он получит а как известно в авторитарной системе власть не делится поэтому в связи с тем что такая будет еще более маринеточной куклой основная власть будет сконструирована в руках Карима Масимова и тут начинается следующий этап когда ему уже мешает Тимур Кулебаев со своими миллиардами со своими возможностями влиять на него старые дружеские отношения когда Тимур Кулебаев может себе позволить сказать давай Карим ты вот так сделай похлопать его по плечам и по привычке дать ему указания это Кариму Масимову не понравится потому что это будет тот самый человек который обладает наибольшей властью в стране и конечно следующий же этап когда у Тимура Кулебаева все что он имеет в Казахстане тоже будет отобрано им дадут шанс только покинуть Казахстан но если они будут претендовать на власть будут создавать проблемы их всех посадят в тюрьму чтобы они были шелковые против каждого из них будет возбуждено уголовное дело это все понятно именно так действует модель во всех авторитарных странах это делал в Узбекистане Мирзеев шаг за шагом отобрав бизнес у детей Ислама Каримова так же было и в Туркмении это происходит везде в авторитарных странах поэтому неизбежно что будет зачищен полностью клан Назарбаевых затем Хулебаев и в стране останется один Карим Масимов это все будет именно в течение максимум года сделано но мы же с вами не будем стоять на месте мы же не будем ждать того времени когда Карим Масимов усилится для того чтобы свою власть нарастить у него единственный способ организовать репрессии против гражданского общества мы сейчас их видим мы видим что людей задерживают за то что они вечером прогуливались и стучали по барабану пели песни и мы понимаем что нас ждет для того чтобы удержать власть Карим неизбежный прибегник к репрессиям и поэтому мы должны объединяться выходить на субботажи объединяться чтобы нас было тысячи чтобы у режима не было возможности преследовать наших граждан который выходит прогуливается но при этом их собирается тысячи и десятки тысяч и мы наступит момент озвучим наши действия и вот эта масса просто займет административные здания парламент здание правительства здание Ахорды Акиматы в крупных городах так было во многих странах так было в Армении мы как демократическое движение безусловно будем мобилизовывать наших сторонников чтобы эти действия реализовались я в следующих эфирах более подробно буду говорить как мы будем действовать а сейчас очень важно наступил ключевой момент когда тот человек который обладает реальной властью проявляет себя мы видим что это Карим Масимов мы видим что происходит ключевые изменения которые позволяют ему получить полный контроль над властью в нашей стране и безусловно только гражданское общество объединившись может препятствовать тому что этот режим будет дальше жить будет продолжать дело Нурсултана Назарбаева вы помните как Карим Масимов говорил Назарбаеву я ваш помощник был помощником и останусь на всю жизнь безусловно тот курс Нурсултана Назарбаева всем уже надоел этот курс будет продолжать Карим Масимов и мы должны сказать свое решительное нет а это мы можем сделать только тогда когда мы объеднимся поэтому уважаемые друзья я призываю вас всех в пятницу с 19 часов до 22 выйти на субботаж по всем городам нашей страны Алга Казахстан до 23 Продолжение следует...